Продолжение следует... ...определение субстанции, собственно, да, вот у Аристотеля есть какое-то определение, усия, да, и вот этот термин усия у нас, собственно, и переводит как субстанция, то есть считается, что греческий термин усия как бы он равен вот тому, что по-латински он звучит так, как субстанция. На самом деле смысл этих терминов разный. Дело в том, что, во-первых, Аристотель не допускает никакой бесконечности. А вот эта субстанция, она понимается, вот если мы просто опираемся на произведение спинозы, то она бесконечна, да, это во-первых. А во-вторых, на самом деле, вот эта субстанция, она понимается в некотором отношении пространства. Свой трактат, вот этика, да, спиноза, у него там в предисловии написано, что он пытается изложить истину, которую хочет донести, в некотором геометрическом способе, да. И он там геометрическим способом показывает, что субстанция одна. И доказательство у него выглядит следующим образом. Он как бы говорит, что, допустим, вот субстанции две, да. Ну, я просто рисую геометрически, там, конечно, это все изложено не геометрически, но смысл, можно вот изобразить геометрически. Если субстанции две, то всегда у нас возникает проблема, а что между ними, да. Ну, это вот старая такая проблема. И получается, что каждый раз вот это, что между ними, это будет более фундаментальная субстанция, да. И в некотором отношении существует только одна субстанция. И вот эта вот субстанция, которая вот все-все эти субстанции, все вкупает, это субстанция Бога. И она одна. Субстанция Бога. А если мы теперь вернемся к Аристотелю, то у Аристотеля субстанций много. То есть вот этих уси, их много. Собственно, под уси у Аристотеля понимается каждое конкретное единичное существо. То есть каждое конкретное единичное, допустим, тело, каждый конкретный единичный камень какой-нибудь, конкретный единичный человек и так далее. Почему же у Аристотеля не возникает вот такую проблему пространства? А дело в том, что есть такое подозрение, что у Аристотеля понятие пространства как бы не включено в саму философию. И вот та проблема, что он не понимает, как может быть нечто бесконечное. Аристотель получается так, что все имеет форму, а если было бы нечто бесконечное, то оно не имело его форму. Как это? Что как может быть? Потому что для него понятие бесконечное, это все равно, что понятие неопределенное. И поэтому, ну там еще и другие проблемы есть, связанные с движением. Да как движется бесконечное? Непонятно. И прочие проблемы. У него вообще-то пространство получается как бы и элиминировано, и она служит в некотором роде способом, каким субстанцией отличаются друг от друга. Вот если мы возьмем Аристотель, то у него получается так, что... Только надо теперь лучше говорить усея, потому что на самом деле я покажу просто, что эти термины разные. Вот у него на самом деле две сущности, да, у нас это переводят как сущности. Сущность, да? А это субстанция. Две сущности. Они отличаются от, таким словом, есть Хористот, который имеет изначально... Изначально корень имеет пространственный, Хора это земля или это некоторое место, ну, Хоридзе это глагол, там, это отделяться и прочее. Изначально корень, корень пространственный. И две сущности отличаются друг от друга пространственным образом. И даже когда Аристотель критикует Платона, то он имеет в виду, что именно пространственным образом идеи не существуют, да, что они пространственным образом не отделяются. Корень «Отделенный» — это слово от слова «отделённый». Отделённый. И он пишет, что у Аристотеля очень важно, что отдельно существовать могут только сущности. То есть вот отделяться. Ничего остального существовать отдельно не может. Все остальные категории существуют внутри сущности, ну как бы через сущность, да, постигаются. И форма, собственно, и материя, да, она не существует, опять же, отделенно, а существует только вот в сущности. И сущности от друг друга отличаются именно вот в пространстве. Это вот пространственно, оно как бы присутствует только в том смысле, что с помощью этой пространственности различные сущности отделяются друг от друга. И вот когда Аристотель критикует Платона, он говорит, что сущность не отделяется от идеи таким же способом пространства. Но это относительно Аристотеля. Но вот теперь, если мы пытаемся сравнить на самом деле два определения субстанции, то получается так. Получается, что надо вернуться сначала к Платону. Что значит, когда Платон говорит, что идея эйдоса, постановка вопроса в диалоге применения, что эйдосы должны быть чем-то отделяемым от многих. В чем там состоится? Основная задача, что должен существовать какой-то носитель знания, потому что у нас же знания есть, и значит должно быть от многих вещей и остального быть отделяемый эйдос. И вот это слово отделяемое, оно тоже имеет характер пространственной отделенности, то есть Аристотель. Но Платон записывает это термином вот таким. как гауток, он просто важен будет, да? Который на самом деле переводится как сам по себе. Который как раз имеет характер того, что эйдосы, они существуют так же сами по себе, как и отдельные другие, да? Там многие. То есть, допустим, вещи. Вот есть как бы отдельный эйдос, да? Он сам по себе существует. А есть, допустим, какая-то, допустим, человек, да? Отдельное сущие. Так вот, смысл вот этого кат-гаудо на самом деле точно такой же имеет по смысл, как смысл того, как определять субстанцию спинозы. Спинозы говорят, что субстанция есть то, что существует само в себе и то, что постигается само через себя. То есть, в каком-то отношении здесь есть как бы прямое пересечение, да? Прямое пересечение определенности того, что есть субстанция у спинозы и того, что определяется вот как отделенная, да? Потому что вот кат-гаудо, собственно, существует, у Аристотеля тут тоже сущие. Сущие существуют тоже, как кат-гаудо. Так вот, получается, что вроде на первый взгляд кажется, что Аристотель и спинозы говорят об одном и том же. На самом деле, Аристотель имеет в виду вот это вот само по себе существование в смысле разнеченности пространства. То есть, вот как вот здесь я ирисовал, да? И когда он говорит, что только сущности существуют отдельно, он имеет в виду, что вот только они как бы отделены в пространстве от других сущностей. А когда о существовании самом по себе говорит спиноза, то он имеет в виду противоположное существование, как существование через иное. Он имеет в виду, что субстанция существует сама по себе, помимо субстанции есть некие модусы, да? Которые сами по себе не существуют, а существуют в ином. То есть, у него противопоставление следующее. Есть нечто, что существует само по себе, существует в себе, а есть нечто иное, да? который существует в другом, а именно в первом. То есть у него противопоставление, разлом проходит не по пути различения пространственного, а у него разлом проходит как management, как в смысловой, что одно само в себе существует, а другое существует в ином. И поскольку определение у него, что одно существует само в себе, а другое в ином. Поскольку у него различение именно таково, это с помощью чего постигается от суспаса. Это как категория у аристалли if they were not Нет, атрибут как существует? Он сам в себе или через другой? Атрибут существует тоже через другой? Нет, атрибут существует, у Спиноза это сказано, сам через себя. Какие у нас примеры? Не говорится, что атрибут существует. Ну, доказывается. Нет. Какие мы знаем два атрибута? Мыслящие и протяженные. Мыслящие и протяженные. То есть это те самые вещи, в идеях которых заключено существование. Согласен? Которые существуют таким образом через себя. Идея мыслящие и вещи, да и есть такая идея, в которой в собственной идее заключено существование. Идея вещи протяженные тоже такая идея в идее, которая существует. Понимаешь, атрибут это категория? Нет. Атрибут это то, что конечный разум представляет, каким образом представляет себе субстанцию. Это именно и есть категория? То есть, если у... Почему категория-то? Ну, как у Аристотеля. Тут есть прямая аналогия между тем, что вот есть у Аристотеля сущность, да? Ну. А есть как бы сущность. А сущность постигается через категорию. Я не знаю, как у Аристотеля. Я знаю, как у Спинозы. У Спинозы конечный разум постигает субстанцию, мысли ее... Через атрибуты. Через атрибуты. Правильно. Чего заключается ве существование? Нет. Да. Абсолютно. В отличие от модуса. Если у тебя есть какой-то разум не наш, человеческий. У тебя могут быть субстанции пять атрибутов. Ну, субстанция, говорит, в идеале, божественная субстанция, говорит Спиноза, это та, у которой бесконечное число атрибутов. А мы из них знаем два. И смысл еще и вещь платежонная. Ну, это странно, на самом деле, если так. А тем не менее, это вот именно так. Но, где получается трость какие-то деления, когда у тебя есть субстанция, есть атрибуты, есть модусы. Да. Противоположность существует сам в себе и существует через Другое таким, что, как-то это противоположность сам по- себе. Сам по себе атрибут, как бы? Сам по себе. Через другое. Да, самziećерить Другое. Другое. Так, а как тут третье поместить? Сам по себе Модус это тату. Это субстанция. Через другой это модус. Где атрибуты находятся? А атрибуты это то, как субстанция представляет собой разум. Правильно. А разум ее представляет таким образом, что оказывается, такая некая сущность в идее, которая заключена в существование. Вещь мыслящая, вещь протяженная. В идее, из чего заключено в существование, это только в субстанциях. Субстанция это есть то, что заключает в себе существование. А вот в идее, протяженности или чего-либо еще, он полностью... Нет, ты вот скажи, вот в этой противоположности укажи, где находится атрибут. Ты мне просто... Ты что-то такое говоришь, отрешенное от самого сути дела. Вот суд делал, либо сам по себе, либо через другое. Где атрибут находится? Где находится субстанция? Вот смотри, вот. Субстанция, во-первых, потом она докажет, что у спиноз, что она одна. Да, потом. Да, потом. Но изначально. Изначально. Есть либо субстанции, либо... Вначале у тебя показывается некая сущность, в идее, которая заключена в существовании. Таких сущностей две. Вещь мыслящая, весь протяженная. Потом доказывается у спинозы, что за этим атрибутом мы мыслим некую субстанцию. Что этот атрибут не сам по себе, а он является атрибутом некой существенной субстанции. А кстати, почему у их идеи заключена в существовании? Ну, давай посмотрим. Ну вот, например, возьмем идею протяженности. Идея протяженности, по-декарту, она состоит во внешности всякого существования. То есть этот штатив вместе с камерой для меня являются протяженными. То же самое, говорю, что они находятся во мне меня. То есть они существуют. В этом смысле можно сказать, что в идее протяженности заключена идея существования. То есть в идее протяженности нечто иное, как идея трансцендентности вещи. То есть в предметности планета. То есть вот таким образом. В идее вещи мыслящие точно так же. Пусть ничего нет, но я это нечто мысля. Тогда можно сомневаться в бытии вещи, в его внешнем бытии, нельзя сомневаться в том, что я мыслящий. Таким образом, вещь мыслящая всегда заключена некое представление о своем собственном существовании. Пусть этой вещи нет, говорит Декарт, но несомненно то, что есть я, который эту вещь мысль. Поэтому в идее мыслящие вещи заключено тоже существование. И вот у нас оказываются по Декарту две различных субстанции, по его с точки зрения, субстанции. То есть весь мыслящая вещь протяженная, с одной стороны. А с другой стороны спиноза пытается вернуться в лономонотеизм. Как он возвращается в лономонотеизм? Он говорит, что за этими атрибутами, что они всего лишь точнее, есть атрибуты некой субстанции. Они действительно... То есть атрибуты это то, что некий ум представляет субстанцию, как представляет мысль субстанцию. На самом деле, чисто логическим путем. Спиноз доказывает, что субстанция такая одна, а атрибутов для бесконечного некого разума у этих субстанций может быть много. А человек знает два из них. Ну, в любом случае, атрибуты, они находятся в субстанции. И существует только субстанция, и все находится в субстанции. Просто в субстанции действительно есть деление на атрибуты и модусы. Модус это то, что существует через другое, через субстанцию и атрибуты. Это то, что ум постигает субстанции, как ее сущность. И сами по себе атрибуты не существуют никак отдельно, как ты хочешь представить. И просто некуда... Ну вот представим себе, вот я могу только пример представить. Есть группа да из представления группы Множество натуральных чисел���ит desses операторы ложения Множество натуральных чисел с операцией умножения А-да. Нужно множество вещественных чисел Ум, который постигает субстанцию через атрибуты, он существует отдельно от относительной субстанции? Да. То есть они в субстанции находятся? Да. А как же тогда получится монизм? Получится субстанция, если есть ум? Это большая задача. Не большая задача, а у спинозы субстанция одна. Субстанция одна, субстанция одна. Ум составляет часть субстанции. Ну хорошо, я возвращаюсь к своему примеру, который я придумал. Для исчезных чисел, да? Как положительных. Да. Почему? На ноль выделить не будешь? Нет. Ну, споркнутым нулем, да? Для исчезных чисел заключаем нуля. Ясно, что там один элемент выкидывает. Это тоже будет два различных представления одной и той же группы. Группа одна, как субстанция одна. А атрибуты, то есть ее практические реализации, они две разные. И ты обрати внимание, что и относительно операции на жереб, и относительно сахарное сложение, обе эти конструкции, они одинаковым образом представляют себя в качестве группы. Но с другой стороны, мы понимаем, что есть некая абстрактная группа, в которой за ними все скрываемся. И мы, вслед за спинозой, говорим, что существует бесконечное количество представлений этой группы. этой самой субстанции через атрибуты. Вот так. Нет, ну все правильно. Я одно не понимаю. Из того, что ум высматривает субстанции, бесконечное число атрибутов. Или два, допустим, как человечество. Из этого что следует? Что эти атрибуты существуют в субстанции. Ну а как иначе? Как можно субстанции высмотреть атрибуты, если их нету? Хорошо. У тебя есть группа относительно операции рассложения. Ум, конечно, не высматривает группу. Ум высматривает. Еще раз говорю. Ум не лежит вне субстанции. Если бы ум лежал вне субстанции, никакого уманизма не получилось. Потом состоит, как бы, особенность философии спинозы, что у него все сведено к некому одному. А именно субстанции. Логическим путем. В том числе и ум находится внутри субстанции, точно так же составляет часть субстанции. И высматривает атрибуты, которые точно так же внутри субстанции находятся. Только атрибуты отличаются от могут субстанции. У нас на самом деле пофиг, по большому счету, где он там находится. Не-не-не, это не пофиг. Это просто к тому разделению изначальному. Нам важно именно понять, на самом деле, разницу. Я же пытался объяснить, что состоит разница между сущностью и субстанцией. Хотя эти термины, как бы, являются одинаково. Мы видим, что я по аристокле ничего не могу сказать, потому что просто не знаю. Я вижу, что эти два термина, вижу, с собой расходятся радикальным образом. Одно, ты говорила, говорите о вещении самой себя. Это полу-христианский разговор. И второе, говорите о субстанции, как о некоторых вещах. Я правильно ли это? Я понял, что, например, стол это субстанция, аквальдум это субстанция, компьютер это субстанция. Неправильно ты понял. Неправильно. Субстанция вообще одна. А все... У Аристотеля, в смысле? Нет. У Аристотеля все это и субстанция. Да, вот я про Аристотеля спрашиваю. Еще раз. Что субстанция это субстанция? Просто подожди, поэтому я не хотел переходить на эти термины, потому что перевод субстанции, термина уси неправильный. Потому что изначально там разный смысл. Хотя, на самом деле, так переводят. И субстанция это латинизированный перевод, как бы терминус, то, что мы переводим в сущность, но на самом деле смысл у них разный. Потому что Аристотель имеет в виду, что сущности друг от друга отличаются, пространство. Пространство отличается. Идея честная, идея человека, они не существуют. А все это находится внутри. То есть, это все характеристики, все категории, что такое идея числа, что такое там, количественные, качественные характеристики и прочее, они находятся внутри самой сущности. Они отделенно от сущностей не существуют. И поэтому, как бы, то, что... Ну, то есть, субстанция, а паристотель это вещи? Различные упражнения. Это тела лучше говорить, потому что точно так же человек, точно так же является сущностью. Только они называются субстанцией. Потому что, называясь субстанцией, ты сразу путаешь. Понятно. Ну, вещи. Сущность. Сущность. А если субстанция в смысле Аристотеля, это различные вещи? Нет. Почему вещи? Тела. Тела хорошо. Потому что Бог точно так же сущность, понимаешь? Бог точно так же сущность. Какие тела? Чтмы, люди точно так же сущность. А в смысле субстанции, это кауза суи. Кауза суи, это логическая ошибка. Супеноз лучше вообще не употреблять категория. Потому что он, на самом деле, буквально, вот если взять его определение, пишет. Под причиной самого себя я разумею то, что сущность и прочее. Он пишет сначала определение. Как нечто определять? Когда мы пишем какое-нибудь определение, мы берем и делаем следующим образом. Мы берем какой-нибудь значок А. И вот этот А не имеет никакого содержания, кроме того, которое написано в определяемом. Ага. Ну теоретически, но в практике не. В определении, нет. На самом деле, всегда так. Это только значок. И весь смысл этого значка, он должен вот здесь быть, в определении. У Супенозы дана логическая ошибка. Он называет А каузу суи. То есть, оно уже имеет внутреннее содержание. И потом он пишет, что такое качество определения. Это логическая ошибка. Очень грубая логическая ошибка. Самое интересное, что она потом участвует в доказательстве. Это просто полная катастрофа для его системы. Просто в принципе. Потому что он же пытается геометрическим способом построить. И для него математический идеал изложения науки, где даются аксиомы и где даются доказательства, является непреложным и существенным способом изложения знаний в принципе. И если он допускает такую логическую ошибку, то это просто непоправимый ущерб для его философии в принципе. Он дает эту ошибку допускать. И поэтому мы не имеем права субстанцию называть каузу суи. Это просто ошибка. Поэтому я даже не переходил на эти термины, а пытался... Каузу суи это что такое? Причина саму себя. Причина саму себя. Вот видишь, она не должна никакого значения иметь, если мы отдаем определение, чему это. Все эти вещи имеют причину через другое, она существует через другое. Например, телевизор существует через фигус. А субстанция существует саму через себя. Сама себя причина. То есть я из-за того, что я мыслю не ею Бога, то следует из-за этого существует. Ну ладно, давайте все-таки вернемся. В чем различие это состоит из смысла? Различие смысла состоит в том, что у Ориска у тебя в сущности различается пространство. И вообще говоря, он не может принять на самом деле, что это пространственность бесконечна. Почему? Не потому что он понимает, что такое пространственность, а потому что он просто считает, что никакого тела не может быть бесконечна. Для него пространственность как такова не существует. Ну то есть она в каком-то смысле существует как фон, который он как бы не замечает. На самом деле она не входит в его философствование. Она как бы за скобками стоит в его философствование. Он везде рассуждает о телах. И он говорит, что тело не может быть бесконечным. И даже когда он рисует так устроен, сконфигурирован космос, то у него получается, что космос таков. Он как бы представляет собой идеальный такой шар, а мы спросим, а вот здесь что за этим шаром? Вот это вот Вселенная, да, Вселенная. А здесь у него что? У него такого ответа нет. То есть мы в представлении можем вообразить, что за пределами этого шара есть что-то. Он говорит, что здесь уже ничего нет. Но для нас это нонсенс. Как так? Если мы можем указать место, да? И можем спросить, что здесь есть, значит надо на него ответить. Нельзя сказать, что здесь ничего нет. А для Ристотина нормально. Почему? А потому что у него пространственность густая, она не существует в принципе. Для него это все пространственность, она на самом деле псих... То есть все, что он понимает, это только тела, да? И поэтому у него не существуют бесконечные тела, естественно. А когда Спиноза переходит на геометрический способ изложения, для него как раз существует понятие бесконечного пространства. Оно уже существует у него. Причем обязательно существует. Он даже о Боге говорит, что он бесконечен и прочее. То есть он совершенно на других антологических позициях стоит. Для него уже просто существует бесконечность. То есть вот для Ристотина бесконечность это нечто как бы, я вам говорю, неопределенное, нечто бессмысленное. Для него существует и когда он рисует, он сначала рассуждает о том, что как будто субстанций много, когда пытается доказывать. Он понимает на самом деле, что вот надо всякий раз как бы указывать, а вот тут что, вот тут что. И каждый раз вот если мы будем вот так вот рисовать, то каждый раз нам надо будет вот вырисовывать эту субстанцию все больше и больше. И в конце концов понятно, да, что вот этот фон, да, пространственный бесконечный, он один. Вот собственно что как бы доказывает Спиноза. Спиноза ближе к истине. Да, Спиноза ближе к истине в этом смысле, да. У него уже вопроса такого, а что там вовне, у него не получается, потому что вовне ничего нет. Есть просто одна большая огромная субстанция. Но эта субстанция, которая у него есть, она совсем другая, чем сущность. Переводить Аристотеля как термин сущие, как субстанция, это просто ошибка. Хотя на самом деле, если посмотреть на то, как я описал, в смысле греческих выражений, то кажется, как будто об одном и том же идет речь, да. Но на самом деле тут вот это как Гауто, которое понимается само по себе. И вот и вон, и существования Персе, да, вот это совершенно разное существование. То есть оно понимается как существование в смысле того, что оно существует в сущности, отделенной пространственно. Вот все существует в таких пространственно отделенных сущностях. Вот что он говорит. Кат и Гауто, значит у него уже как Гауто существуют все категории. Точно так же, как вот Игорь говорил про атрибуты. На самом деле то, что называется у Спино за атрибутами, у Аристотеля называется категорией. Это одно и то же. На самом деле. Так вот, у него все существует в пространственно отделенных сущностях. Почему? Потому что. Ну категория это что это такое? Это местоположение, скажем, да? Ну какую-нибудь другую категорию провести? Судебное же чисто понятие. Почему категория? Это категория качества, количества, отношения, место, время. Качество, количество. Вот где количество и атрибут? Спиносовский. Нет. Такого атрибута нет у Спиноса. Послушай, ты говоришь в содержательном смысле, как они различаются. А я говорю в смысловом. То, что атрибуты мыслиться умом, это и означает то, что ум мыслит в субстанции в качестве ее сущности. Ну? Это и есть атрибуты. Категория это то, что как бы мыслится в сущности в качестве ее определенных аспектов. Ну так аспекты? То есть модусов? Модусов? Нет, не модусов. А почему? Модусы это части. Ты что? Модусы это части? Почему модусы это части? Потому что категории... Почему части? Вот, например, то, что можно было бы назвать... Что такое модусы? Точнее, то, что... Модусы способны. Пример какого-нибудь модуса. Аффекты, допустим, какие-нибудь. Почему? Человеческие. А почему аффекты? Ну а что еще модусы являются? Ну там где-то, я не знаю там. Ну да, кстати, вот аффекты. Например, я люблю. Квадратность, например, круглость. Там много, наверное, каких-нибудь таких. Я люблю, например. Вот это явно модус именно вещи мыслящие. Это ее модус. Ну. Потому что нельзя сомневаться в том, что я люблю, да? Причем нельзя сомневаться. Вообще, про сомнение заботы. Мы всегда постоянно говорим о спинозе, а ты приплетаешь сюда Декарту. А как же это? Да Декарту. Откуда? Отвечет потяженный, да свечью мыслящий. Ты откуда взялись? Только из Декарты взялись. Нет, изначально как бы я пытаюсь рассуждать о субстанции, а не о каких-то этих рассуждениях. И вот, и разлучение о модусе как аффектах получается тоже у Декарта. Нет, ну просто если теперь... Просто слово я хочу сказать. Я люблю, просто люблю, но не является частью аристотельской субстанции. Не является лавой и крота. Еще раз. Еще раз. Когда мы пытаемся сопоставлять две сложные какие-нибудь философские системы, как аристотельская и спинозовская, естественно, не всегда можно провести прямые аналогии, но можно провести некоторые существенные как бы усматриваемые аспекты. Понятное дело, что каждый говорит о чем-то, и привносит туда разное. Ну модус — это не часть сущности, я обсуждаю. Модус — это не часть сущности, если есть. Ты понимаешь, ты теперь взял два определения. Я сказал, что давай будем сущность и субстанция различать. Модус – это часть субстанции. Модус – это то, что существует в субстанции и постигается через субстанцию. Если мы берём протяжённый аспект субстанции, то собственно части субстанции протяжённые, это и будут модусами самой субстанции. Ну, я говорю, вот, например, аффект. Берёшь какой-нибудь, я люблю, допустим. Ну что, она является частью, что ли, чего-то там, вещемыслящей? Не является. А что такое по твоему вещемыслящей? Игорь, ты сейчас в определении, мы сейчас с планом. Как можно объединить вещь и мыслящи? Опять ты приплетаешь Декарта, у которого, во-первых, надо поставить, что такое? Как можно вещь слово употреблять для чего мыслящего? А что это такое? Для меня это нонсенс, понимаешь? Я понимаю, что Декарта так говорит. Я довольна существовала. И что из этого следует? Что мысль – это вещь? Я делаю следующую... И мысль – это вещь, получается? Я... Субъект мыслящий. Да, субъект. Это некий мыслящий субъект. Мыслящие, мыслящий. Вот это и есть субстанция. Субстанция мысли. Вот потому, на самом деле, когда излагать спинозу, лучше Декарта не приплетать. Почему? Потому что Декарт здесь вообще ни при чём. Спиноза считается, что на самом деле спиноза, типа ученик Декарта, как его следует, не так это совершенно. Совершенно разные философии. На самом деле существенно разные. Вещь мыслящая и вещи протяжённые у него появились просто так, без Декарта. Ну, есть... Есть, я вообще, кстати, не знаю. Вот если у спинозы есть вещь мыслящая, то это означает, что он просто точно и вторую ошибку допускает. Ну что, это глупость. Ну как можно... Существует вещь... Вещь мыслящая – это термин. Вещь мыслящая в кавычках вместе стоит. Это термин. Мы понимаем, что это... Хорошо, хорошо. Вечь платежного... В чем состоит? Вечь платежного. В чем состоит? Почему я говорю, что это ошибка? Потому что, когда мы говорим, что вещь мыслящая, мы сразу понимаем, что у этой вещи, точно и та же, как и у любой вещи, есть свойства. То есть у мыслящей вещи есть свойства. Вот в каком смысле? Мне интересно, в каком смысле? Вещь мыслящая. Вот ты мне и скажи, я не понимаю. Для меня это нонсенс. Если Декарт совершает такую аналогию, что вот есть мыслящая вещь... И вещь протяженная, он просто отпускает... У протяженности, которые есть какие-то свойства. Ну, может быть, и есть. Трудно сказать. Например, способность делить протяженность до бесконечности. Это будет свойством вещь протяженной? Ну, смотри, существенная характеристика, по-моему, я не знаю, может быть, конкретно Декарт и Спиноза, допустим, может быть, надо выяснять отдельно, такие ошибки допускают. Но, как бы, уже начиная с Ханта, нельзя было говорить про мыслящее, что это вещь. Принципиальная вещь стояла на стороне того, что является протяженным, принципиальной. А на стороне длинном, мыслящим, стояли понятия. Это принципиальный разговор. Понимаешь? Причем дело даже не в том, что они так термин обозначали, а дело в том, что нельзя делать res cogitansi, res extensi, и вообще употреблять одно и то же res для разных существ, принципиально существенно разных. Нельзя говорить одно слово употреблять, а не те ведь, потому что, если мы говорим, что есть вещь протяженная, то мы переносим... В чем она состоит? Что она имеет свойства... Да, мы переносим эту вещь протяженную на весь мыслящий, и, получается, эта вещь мыслящая должна иметь свойства. Нельзя же сказать, что она тоже вещь протяженная. Потому что где в речетатив, есть фикус, есть телевизор, а вещи протяженные рядом с ними нет. То есть это, грубо говоря, протяженность как таковая. То есть чистая эта цинентность вещей при сознании. То есть вещь ещё и не ограниченная? Ну, да, получается, что да. То есть, ты под вещью протяженный понимаешь как-то атрибут? Предметность. А атрибут – это понятие какое. Это вот действительно понятие, некая трансцендентность. Поэтому, когда ты мысляешь о трансцендентности, понимаешь, что оно и трансцендентно. В этом состоит это существование. Но вот дарцеданта, по-моему, личное здесь? Ну это предметность предмета. Вот, есть штатив с камеры, а есть предметность штатива с камерой. Вот это и есть вещь протяжённая, как она мыслится. Вопрос, будет штатив с камерой, модусом, вещь протяжённая? Ответ, нет, не будет. А как тогда? Не знаю как, но не так. А что тогда модусы? Вот вещи протяжённые я задумался, я просто сейчас не могу ответить на это. Часть вещи протяжённые являются модусами. И как там про вещь, про вещь, вещь? Квадратность, круглость, отдельные конкретные предметы, всё это модусы. А как иначе так? Я так понимал, всегда так понимал. У вещь и мыслящие модусы, это и аффекты там, как ты сам говоришь, любви, конневаться и прочее. Квадрат об этом говорит совершенно точно, да. Да, но только сам термин, видишь, неудачный, я вообще не хотел даже на эти термины переходить. Но это всё равно. Это просто термин. Просто не кажется, как спинозовский термин. Только у спиноза, по-моему, не так. Я просто не уверен, конечно, но по-моему, у него нет никаких вещей. Не должно быть. Ну что, мы заканчиваем тогда. Я ещё хочу просто, как бы, в чём состоял основной панк? Всё, ты только наезжал, да? Да, не, не, я уже, как бы, а я... Я только хотел указать на самом различии. Суть различия состояла в том, что есть, как бы, разное понимание сущности и субстанции. У сущности у аристотеля и субстанции у спиноза, да. И когда мы просто пытаемся вот так вот переносить термин субстанции на аристотеля, то, как бы, вот возникает вот это наложение неправильного смысла, да, и аристотель становится непонятным. На самом деле, как бы, это совершенно разный смысл. И тут, когда спиноза рассуждает о, вот, субстанциональности вот в таком смысле, в смысле пространства, да, то у него, на самом деле, неизбежность субстанции становится одна. А у аристотеля, как бы, сущностей много, принципиально много. И это, если мы, я говорю, еще раз переводим аристотельскую усилу как субстанцию, то мы сразу теряем, вот, как бы, теряем сам смысл, да, о чем идет речь. Надо оставлять, как каждый термин, отдельно все-таки удерживать, да, удерживать то, что называется субстанцией у спиноза. Я просто сам пытался, когда разбирался, пытался делать аналогии, как будто бы понятно, вот, что как у спиноза устроено. Есть нечто, что существует само в себе и постигается через себя, а есть нечто, что существует через иное. Я думал, что развлечение, вот, там, у него есть тоже такое, вот, развлечение само по себе и развлечение, там, вот, есть катасюбебекос, то есть, как бы, как превходящее, да, я думал, точно так же это различие проходит по линии, вот, развлечение, как в себе и через другое. А на самом деле это не так, совершенно не так. Оказывается, на самом деле у него, как бы, иное различие, как я указал, да, у аристотеля, различие именно пространственное. и для него пространство есть нечто как бы внешнее для философии. То есть оно его как бы нет. Пустоты, если вспомнить, у Аристотеля в принципе пустоты не бывает. Пустоты не существуют. Существуют только тела, существует только материя, и все оформленное. Пустоты нет, и природа не любит пустоты. Для него никакую пространство такое бесконечное невозможно. А у Спиноза, видимо, после схоласта, после того, как он обсуждал, что такое абсолют и прочее, у него вот это бесконечное вдруг появилось. Я не знаю, откуда она взялась. Я думаю, скорее всего, видимо, из средневой философии. Потому что после него, когда Гегель начинает опять же о Боге говорить, то он опять же говорит о нем как о чем-то бесконечном. Хотя термин абсолют, я вот думал, что термин абсолют имеет в корне значение как бесконечность. На самом деле абсолют имеет термин, в корне имеет термин, что сам по себе существующее. Ну а у этого самого бесконечности тела не может быть? Если мы допускаем существование бесконечное пространство, то есть бесконечное тело как огромное бесконечное пространство. Ну а они же не так понимают. Один понимает пространство как нечто... Нет, просто у Аристотеля пространственность как бы он его никак бы не видит. Для него только есть тела. Есть некое вместилище, есть места, в которых тела эти расположены. Места есть. Ну а успироза пространства как некая пустота, правильно? А успироза пространства как некая пустота бесконечная. Это и есть ситуация, в которой внутри все находится. А ты уже производишь какой-то такой синтез и говоришь... Нет, я не производил синтез. Я имею в виду, что существенно различный смысл. Вот нельзя просто... Тут очень важно, что вот просто слово субстанция переводит, в западной литературе переводит термин Аристотельский Уси. То, что у нас переводится существо. Так переводить нельзя принципы, просто различный смысл. Я вот на что указываю. Только на это хотел указать. Не, ну просто для меня как бы... И первая позиция неполноценная, и вторая неполноценная. А вот именно бесконечность тела, бесконечные сущности, это вот как раз уже ближе к Истинке. Бесконечные сущности, как раз, как возможно, видишь, у ресу... ... в системе сущностей. У Аристотеля вообще бесконечных никаких не существует. Николичественных, никаких. Наверно. А вот количество их я не знаю, может быть количество у него существует, я это не знаю. Но когда он заговаривает, он же тоже мог бы рассуждать о том, что когда он рисует нечто завершённое. Но ведь всё, что является завершённым и оформленным, имеет же как бы вовне что-то. Даже вопросом этим задаётся, есть ли что-то вовне Вселенной. Вовне Вселенной ничего нет. Если есть бесконечность сущности, то никакого вовне действительно нет. Просто вовне такого нет. Если есть бесконечность, то вовне бесконечности ничего быть не может. Понятно. Главное, что это просто иная картина. Просто совершенно иная картина. И поэтому, опираясь на спинозу, нельзя, как мне теперь представляется, объяснять, как устроена философия Аристотеля. Я так пытался, опираясь на спинозу, на его определения, потому что они попроще, как бы они более последовательны. В том смысле, что там выписаны чётко. Я думал, что опираясь на эти определения, можно объяснить, что было в Аристоте. Ничего объяснить нельзя, потому что совершенно различные деления. По различному основанию. Но это связано с допущением бесконечности. Вот что любопытно ещё. Я не знаю, я, конечно, тут, может быть, не понимаю какую-то смешную вещь скажу. Я как-то читал определения Бога Спиноза, в нём показался просто Плутон. Понимаешь? Но они такие вот все, хитрые. То есть логически не очень возможно. Я не читал определения, догадательства Бога Спиноза. Но они такие, на уровне среднего раввинка, скажем так. Он буквально говорит о том, что Бог есть всё. Что тут сказать? Всё, что есть, есть Бог. Вот это простое доказательство. Поскольку мы есть, всё есть, и Бог есть. Если уж так говорить простыми словами. Всё есть Бог. Бог есть та субстанция, единственная, в котором есть всё, через которое всё существует. Ну, само это Бог, да, вот как субстанция сама, она существует только через себя и постигается через себя. Естественно, потому что ничего другого нет. То есть ничего другого нет. Есть только один Бог, он имеет бесконечное количество атрибутов. Мы их действительно знаем только два. А так он имеет бесконечное количество. И всё в Боге находится. И атрибуты в Боге находятся, и модусы в Боге находятся. Всё в нём. А в Рисотеле не так. Поэтому нельзя переводить его, ещё раз говорю, усию, как субстанция. Это совершенно различные субстанции. Ну, на разных классах. Италии. 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 Продолжение следует...